Многие зарубежные и отечественные политики уверены, что склонность к воровству – национальная черта русского народа При этом, если попытаться отыскать исторические корни данного явления, то первые подобные факты приходятся только на время существования Российской империи Так откуда же взялся миф о традиционном русском воровстве? Отчасти дошедшие до современности древнерусские литературные памятники относительно воровства и стяжательства, никаких сведений не оставили Очевидно, что в языческие времена таких проблем не было, и экономический урон славянам наносили только вражеские набеги С принятием христианства на Руси среди населения стали распространяться и соответствующие заповеди, одна из которых, как известно, гласит «Не кради!» Первым национальным сводом правовых законов считается «Русская правда», которую в своем государстве утвердил великий князь Ярослав Мудрый И там впервые были упомянуты деяния, подлежащие наказанию, в том числе и в виде денежных штрафов И тем не менее, о повальном воровстве все равно в то время речи не было Миссионер Римско-католической церкви, немецкий епископ Атон Бомберский, побывавший на Руси в 1124 годах, оставил о проживающих на этой земле людях следующие воспоминания Честность же и товарищество среди них таковы, что они, совершенно не зная ни кражи, ни обмана, не запирают своих сундуков и ящиков Мы там не видели ни замка, ни ключа, а сами жители были очень удивлены, заметив, что вьючные ящики и сундуки запирались на замок Платья свои, деньги и разные драгоценности они содержат в покрытых чинах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не испытывали О русских, и прежде всего о новгородских купцах, верных слову купеческому, в средние века знали не только в России, но за рубежом Тогда европейские чиновники права в своей работе использовали негласный указ, согласно которому новгородцев, попавших на территории их страны в долги, отпускать восвояси Любых других купцов, рижских, кельнских и даже венецианских, сажать в тюрьму, ведь только новгородские сами вернутся и долг выплатят Эта национальная купеческая честность прослеживается даже в сказке «Аленький цветочек», которую писатель Сергей Аксаков составил на основе народного устного творчества Дочь купца, понимая, что только из-за нее отец не держит свое слово, сама отправляется в лапы к чудовищу, лишь бы спасти честь родителя Даже в XIX веке это воспринималось, как само собой разумеющееся Первые документальные упоминания о лукавстве и стяжательстве русских относятся к периоду правления Иоанна Грозного Иностранные послы отмечали у тогдашних московских дьяков и писарей любовь к подношениям и посулам Доступ к государеву правосудию с тех пор становится избирательным и дорогостоящим занятием Далее прослеживаются исторические факты массового казнократства среди сподвижников Петра I Современники говорили, что светлейший князь Александр Меньшиков брал взятки со взяточников и относил деньги царю, а он возвращал их в казну Вот такая якобы существовала схема пополнения бюджета И возможно, что это правда, ведь потом вскрывшиеся факты мздоимства оказались на гигантские суммы Только за невосполнимый урон казне, в районе полмиллиона рублей, к повешению приговорили сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина Изогличителем являлся оберфискал Алексей Нестеров, которого самого, спустя три года четвертывали за внушительные взятки Другой сподвижник Петра I, князь Григорий Волконский, был обвинен в серьезных злоупотреблениях При строительстве Тульского оружейного завода, за что ему публично прожгли язык каленным железом Барон Петр Шафиров, видный дипломат и руководитель Российской почты, рассорившийся за участков земли со светлейшим князем Александром Меньшиковым и его людьми Оказался на скамье подсудимых за казнократство в своем ведомстве и был приговорен к смертной казни А спустя шесть лет и сам светлейший оказался в опале и у него конфисковали 14 миллионов рублей ассигнациями 5 миллионов рублей золотом, 9 миллионов рублей в голландских и английских банках И это не говоря об имениях, дворцах и заводах, в то время, когда весь годовой бюджет Российской империи не превышал 15 миллионов рублей Субтитры создавал DimaTorzok